Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакержан. И тут мне пользователь YouTube, подписчик под ником Зарина Шипаева, вот задает такой вопрос. А есть такое? Если он медиум, он знает, что он такой. Может ли он отказаться не быть медиумом и жить обычной жизнью? Ну, вопрос такой. Я ответил так. Может ли волк отказаться от того, что он волк, и жить обычной жизнью? Медиум – это состояние такое, да? Когда у вносителя вот этой медиумичности нет энергии. Медиум – он пустой. Об этом я снял целый видеоролик. Отличие медиума от мага. Медиум пустой. Маг – полон энергии. И маг может быть энергии. Ян и энергии инь. И то, и то энергия. Разного качества, но энергия. И инь маг – полон энергии. И ян маг – полон энергии. А медиум – это то, что находится посередине, это где нету никакой энергии. И медиумом нельзя перестать быть просто вот потому, что решил. Это вот один момент. То есть у него как не было энергии, так и не будет. И что такое жить обычной жизнью? Быть животным? То есть есть спать, спариваться и всё, да? Вот это значит жить обычной жизнью. Я не понял вопроса вот этой Зарины Шипаевой. Ну, ладно. Это оставим в сторону. И ответ такой. Медиумом нельзя быть, перестать просто потому, что хочешь отказаться. Так, у медиума всего лишь один путь, как перестать быть медиумом. Это прикладывать усилия и набирать сил. Двигаться в какую-то из сторон. Либо в сторону ян мага, либо в сторону инь мага. То есть накачивать, накапливать ян энергию, либо накапливать инь энергию. Вот и всё. И то, и то. Тяжело. Но ничего другого медиуму не остаётся. Им надо набираться сил и становиться магом. И на это может уйти несколько воплощений. Одним простым решением, я не хочу быть медиумом, человек не сможет перестать. Да, это всё равно, что, как вот есть выражение, прятать голову в песок, как страус. Ситуация не исчезнет. На этом, думаю, ответил на этот вопрос. До свидания, до новых встреч.